Привет, друзья! Сегодня опять мы с вами. Меня по-прежнему зовут Денис Казьмин. Рядом со мной сидит Саулюс. О чем сегодня поговорим? Поговорим про очень важный вопрос, который... И, наверное, самый сложный вопрос. Сложнее вопроса не будет. Если этот вопрос решите, все остальные вопросы это так. День склепит. Да, но решить его, возможно, придется вам несколько раз. Вопрос какой? Выбор базы для кемпера. Блин, это реально, Саулюс прав, самый сложный вопрос. Потому что прежде чем начать строить кемпер, ну, мы не как бы не зовем тех, кто купил готовый и уже уехал. Понятно. Хотя выбор покупка, это тоже связано тоже с базой. Потому что вариантов есть достаточно много. Даже готовых кемперов. Готовые кемпера, там такие строить, не строить. Но в любом случае покупаете вы, строите вы. Вы начнете с вопроса базы. То есть, что будет в базе, что будет, грубо говоря, автомобилем, который потом у вас превратится в автодом. Там кухня, не кухня и все прочее. У вас есть уникальная возможность. У нас абсолютно два разных кемпера. У Саулюсы вообще... У нас на двоих четыре кемпера. Два, собственно говоря, у Саулюса... Это не в аренде. Это в нашей собственности. Четыре кемпера в собственности. И они все разные. Все разные. У Саулюсы это два Дуката. Соответственно, один... Оба длинная, высокая база. ГАШ-2 Л3. Получается высота 2 метра. Длина 3,60. Сам кузов. Самого грубого рожевого отсека. Второй такой же, но на полном приводе у него. Один у нас пополами. Это Ford Transit 90, там не помню какого-то второго года он вроде бы. 86. 86. Или пятого, да. Такого года, что деталей в каталоге еще нету. Как бы из тех годов еще не было каталогов деталей. Может 80, но они там до 90 какого-то производились. До 90 второго, наверное, да. Соответственно, это старый Ford Transit. Оригинальная в Асфалье. Да, оригинальная немецкая, собственно, тюнинговая ателье в Вестфале, которая сделала. Соответственно, он тоже высокий, он короткий. Сверху, соответственно, два спальных места, снизу два спальных места. И еще один, на котором мы сейчас едем кругосветку, соответственно, четвертый наш кемпер. Построен на базе Mitsubishi Delica. Соответственно, четверка. 96-й год. Двигатель 2,8, безмозговый, 125 кобыл. Дизель. Вот, собственно, такой набор кемперов мы имеем. Теперь, как бы, давайте начнем с чего-то эту тему раскручивать, да. Как вообще вот, с чего начать. То есть, вот вы сейчас сидите и думаете, блин, какую базу купить. Вы можете посмотреть миллионы видео, как люди эти перейдут. То есть, сделать можно кемпер, в принципе, все, что угодно. У нас нету только вариации, когда ставится модуль на пикап. Такой вариации нет, мы ее не использовали. О ней, как бы, говорить не будем, потому что, ну, если честно, нам она непонятна. Не, поговорим, про которые минусы мы видим, наверное, скажем. Ну да, да. Давайте, наверное, про плюсы и минусы. И про общую концепцию. То есть, мне кажется, с чего нужно выбирать. То есть, там сразу возникает вопрос, типа, полный привод, неполный привод, какая база, какой размер. Я бы еще добавил бы в эту копилку, которую мы сейчас будем обсуждать, обслуживание этой машины. Потому что это, как бы, в дальнем путешествии... Да, в дальнем путешествии это очень актуально. Это, блин, наверное, один из самых важных моментов. Вы можете иметь джакузи, иметь сауну, иметь все классное и комфортное, но если у вас что-то сломается... Колодки закончились и не можно идти. Да, и вы не можете найти, потому что у нас есть, ну, у нас большой достаточно опыт автопутешествий. Мы, например, как-то ездили в Азию на Хаммере, на третьем. И у нас умер, там, я не помню, что там был, уступничный подширник? Рессора. Рессора в Узбекистане треснула, потом подшипник. И что-то еще. И еще колодки. Вот что-то, короче, мы нашли. Рессору от Волги подобрали? Рессору подобрали и то, чтобы вы понимали, у нас там был коренной лист. Да, и как бы, это все равно было такое решение, то есть нам, ну, благо до дома там было, это было уже где-то... Да фигна было еще от тысячи три. Ну, три, ну, три, как бы, ну, смотря в каких мер, когда, то есть, ну, три типа еще можно как-то доесть. И для нас это недалеко. Да, типа три недалеко. Три можно как-то доехать, скажем. Ступичный подшипник я нашел только в Алма-Ате. Мы его автобусом заказали там на пересечении, когда уже из Узбекистана заезжали в Казахстан. Там его забрали и там его поменяли. Благо у нас за это время это было, ну, тоже что-то, наверное, порядка там тысячи километров. Не клинануло его, то есть он там гудел. Гудели на честном слове, гудело так, что не могли разговаривать в машине. Да, но это было стрёмно. И вот этот вопрос, как бы, запчастей, блин, потому что, с одной стороны, конечно, каждый, кто сейчас уезжает, думает, да, я возьму все с собой. Поверьте, вот я проехал 48 тысяч на Делике, я бы вот все, что я поменял, с собой взять, спать было бы негде. Ну, то есть, на самом деле, как бы, проблема запчастей актуальна. Понятное дело, да, вы готовите машину, вы там перебираете, вы берете зип, но возможность купить запчасти, вот тот маршрут, который, то есть, смотрите, с чего я бы начал. Я бы начал бы с маршрута, на который вы собираетесь. Может, лучше сначала для стиля путешествия, вообще, как вы будете путешествовать? Потому что маршрут, это мы же выходим от того, что это уже круглосветники, но таких немного. Ну, не круглосветки, но так, кем-то прокатиться. Не, в основном же люди строят кемперы, чтобы на выходные, на неделю куда съездить из дома. Ну, может, кто-то рассчитывает все продать, купить кемпер и уехать жить. Есть и такие варианты в жизни, но основном надо все-таки понять, куда и как. Я буду ездить, и сколько людей со мной будет ездить, или я один, или я там женой, или у нас там семья, четыре, пять, шесть, или восемь людей. Потому что можно же кемперы делать и с пазиков, можно делать кемперы, да, сделать автобусов, как там трех-четырехкомнатную квартиру, даже делают из двухэтажных автобусов, как бы. Вот надо определиться, количество людей, наверное, сколько будет путешествовать, потому что это важно. И потом стиль путешествия. Вы будете только по асфальту ездить, и сижать только на хорошей грунтовке, будете ночевать в надежных местах, там, не знаю, официальных кемпингах. Или как мы с Денисом будем прорваться непонятно куда, непонятно для чего, но нам туда вот нужно сегодня Хатубе, но мы тоже должны попасть. Вот, тогда вам нужна другая чуть-чуть машина. Понять надо свою натуру и свой стиль путешествия. Как понять, если не путешествовал, вот тут, наверное, самый большой вопрос. Блин, ну, мне кажется, смотрите, я бы, конечно, наверное, еще бы в эту копилку добавил бы, то есть, вы, грубо говоря, примерно же, все равно какой-то маршрут вы накидываете. Ну, то есть, вы решили там поехать, например, там, допустим, даже на Алтай. Я даже не беру дальние путешествия, вы решили поехать на Алтай, например, да, то есть, на Алтай же можно поехать очень по-разному. То есть, можно построить любую машину и поехать, в принципе, на ней, например, на Алтай. В общем, там, ну, в зависимости от того, где вы живете, у кого-то 6 тысяч, у кого-то, ну, какой-то такой там пробег у вас наберется, может быть, там до десятки. Соответственно, вы открываете Алтай, читаете там отчеты людей, которые ездили, и смотрите, куда вы поедете. Потому что, например, мы ездили на, как там он называется, на аторингулятор. Короче, там есть наверху штук такая геодезическая, находится она на высоте, если я не ошибаюсь, что-то 3200, и дорога туда хардец. Ну, хардец. Я еле на Делике туда поднялся. Ну, как, ладно, не ели, но дорога такая, напряженненькая была. Там большие камни, огромные свесы нужны, типа, нужна нормальная резина. У меня тогда еще 29 колеса стояли. И это было прям, ну, напряженненько. То есть, вы можете посмотреть эту точку и понять, я туда хочу прям на машине доехать, я туда хочу прям на машине доехать. У меня нет других вариантов. Типа, я прям хочу на своей машине туда доехать. Не спрашивайте меня, зачем, это просто желание. С другой стороны, вы совершенно спокойно можете приехать там на любом кемпере, там, с любой вообще, типа, колесной формулой, с любой высотой. И, например, кемпер оставить внизу, заплатить там за уазик, не знаю, сколько он там стоит, там, 5000 рублей. И за 5000 рублей прекрасно съездить как бы наверх на уазике. То есть, я бы, на самом деле, выбирал бы, ну, то есть, смотрел бы точки. Вот мы, например, проехали Рактойский перевал. Ну, нам повезло, была хорошая погода, дорога была, кстати, более-менее. Вместе с нами проехала его L200 свежая. Да, да, L200 свежая была, ребята были на свежей L200. Они мучились чуть больше, чем я, но, в целом, как бы, и мы, и они прекрасно проехали. И не так там страшен на Рактойский перевал, как кажется. С другой стороны, там есть такие места, куда вы, типа, вообще без лебедки и блокировок вообще не доедете. Ну, то есть, там ребята ездят на таких машинах, типа, там, по Джерик на 35-х. На одной лебедке, соответственно. Плюс, там может быть, например, плохая погода, дождь. И, например, в дождь на Рактойский перевал, на стоковой, даже полноприводной машине вы и не проедете. Плюс, например, вы можете поехать, там, на Телецкое озеро. Там есть, с одной стороны, цивильный подъезд, там, асфальт, все понты. А есть, с другой стороны, там где-то, наверное, грейдера, так, километров, мне кажется, ну, наверное, 100 точно, если не больше. И, соответственно, гребенка и такая жесткая, и дорога очень плохая там. То есть, например, вы поедете, с какой стороны вы поедете? А, еще, опять же, вы можете хотеть встать на Телецком озере. Так вот, чтобы проехать на косу, которая на Телецком озере, там, прям, ну, интересно. То есть, там без полного привода вообще делать нечего. Вы туда точно, ну, без полного привода, ну, можете, опять же, на веревке доехать. Это тоже вариант. Вы подъезжаете, там, у вас есть какой-то бус, ждете пока какой-нибудь джипер едет мимо, цепляетесь за веревку и вас провозит. Да, вы живете в комфорте, живете на Телецком озере. Потом ждете, когда кто-нибудь, наконец, поедет обратно, вас обратно вытягивают, вы уезжаете. То есть, вот, я бы посмотрел бы точки, почитал бы отчеты и понял бы, что если вы, например, там, ну, условно, не рубитесь, вы не джипер, вы не ездите, там, на полную чехламу, не ездите, там, на соревнования. Ну, типа, вот, то есть, вот, вас не очень прикалывают убивать машину по плохим дорогам, там, не знаю, рубиться, копать, там, вы не знаете слово хайджек, то, наверное, вообще просто вот тут можно, как бы, тему вот этого полноприводного кемпера просто для вас отменить, например. Не, можно, как я выбрал, я же не афроудер, я не рублюсь, хотя, знаешь, такое хайджек. Но я долго искал, но я нашел Fiat Ducato полноприводный. Почему был такой выбор, потому что Fiat Ducato переднеприводный, он как корова на льду. Я поехал на, где-то, в Тарасадон, с ней съехал на эти почвы российские, вечером встал, утром, ну, я не закопался, я просто стою на почве, но она очень, такая, конкретное слово, топка, топка, да, и я с места не могу двигаться, и мне пошлось в село идти 3 километра за трактором. Ну, конечно, там и резина такая была, моя такая, тоже не яхти. Был бы полноприводный, я как-нибудь, как корова на льду, я бы немножко съехал. И такой можно выбрать, что-то, вот посередине, что Денис рассказывал, это уже, типа, одна крайность, простой, как бы, там, и карус, буст, двухэтажный, другая крайность. И вот посередине каждый вы смотрит, если вы там хотите куда-то попробовать съезжать, там, спать не на асфальтованных стоянках, а как я люблю, где-то возле леса, где-то в лесу, где-то на поле, тогда можно смотреть автобус полноприводный. Выбор будет очень маленький, цена там вырастет тоже на сотню-другую, наверное, рублей, и будете искать. Я в Литве, даже не в Литве, даже по всей Европе, я год искал полноприводный бус. Были там вот такие всякие, там, Т5, Фольксваген, но они маленькие, опять же. Опять же, возвращаемся к вопросу о размере. Значит, по приводу, наверное, мы тут вроде бы все разобрались. По приводу, смотрите, дайте чуть-чуть я еще докину. То есть, смотрите, тут помимо привода, то есть, что еще отличает там, ну, скажем, смотрите, есть, ну, есть недоприводы, условно, есть вот тот средний класс, скажем, там, типа, ну, такой, не знаю, знаете, я бы это назвал номинальный полный привод, да, то есть, там нету понижаек, нет ничего вообще, то есть, это, ну, полный привод, то есть, у вас крутится не одно колесо в машине, а два. Ну, это вам помогает где-то чуть-чуть что-то выехать, согласен, особенно, когда, например, зима, просто у нас был случай на транзите, когда я решил развернуться, съехал там к забору в селе, условно, и мы оттуда выталкивали кемпер 40 минут. Я просто, там еще был задний привод, я вообще оттуда выехать не мог. Как-то мы ездили в Карелию, в тот же, кстати, случай, и мне там нужно было на горке развернуться. Да там на жиге можно было бы развернуться, но это тяжелая машина, это задний привод, это не всегда, всегда не грязевая резина, да, соответственно, у нее зацеп сильно хуже. И даже вот на таких простых вещах, типа, тяжело. Плюс, соответственно, еще, смотрите, ну, как бы, у полноприводной машины, ну, вот, у, как бы, настоящей полноприводной машины, еще есть такая важная штука, ну, клиренс, понятное дело, я про нее не говорю, вы где-то можете себе позволить что-то там проехать. Ну, клиренс прям тоже имеет значение, ну, такое, как бы, да, посредственное, наверное, но еще здесь такой момент нужно посвятить износа стойкости. То есть, в любом случае, мостовая машина, которая на мостах, которая на серьезной подвеске, она выдерживает большие нагрузки. То есть, у вас может и не быть оффроуда, например. Ну, то есть, я даже не говорю про оффроуд, например, есть же, смотрите, есть асфальт, есть плохой асфальт, да, есть ужасный асфальт, есть грейдер. Например, есть ужасный грейдер. То есть, вот такая вообще, в принципе, существует квалификация дорог. И, например, когда вы, у вас машина, ну, со слабой подвеской, назовем это так, я бы это так назвал, да, то есть, она менее энергоемкая, то есть, она не способна поглощать такие нагрузки, вы будете по этому грейдеру, вот, например, даже вот, ребят, я смотрел, они ехали по Монголии, они ехали там 20, а там ехать, извините меня, 1500 километров. То есть, в целом, там, конечно, можно проехать там на заднем приводе. Вообще, вопросов нет, я, в принципе, Монголию проехал на заднем приводе, у меня передний не работал. Но, износа стойкость, то есть, они там ехали 20, это вы будете ехать там 2 недели. Или, грубо говоря, у вас энергоемкая подвеска, вы можете позволить себе на такой дороге ехать, ну, например, 60 или 80. Ну, плюс, у тебя колеса, ты можешь приспустить, уже колеса тоже дают. Да, колеса больше, да, то есть, хотя бы, если у вас уже, там, 29 дюймов, например, колес какие-нибудь, 235, там, 75, вы можете их уже спустить, то есть, вы их спускаете до давления, хотя бы, там, в единичку, и у вас уже намного мягче идет. То есть, если у вас маленькие, там, 14 колеса, например, да вы их там не спустите особо, чуть-чуть можно приспустить, ну, как бы, это ничего не даст. Плюс машина большая, она все равно будет тяжелее. То есть, у вас внутри много всего, у вас сама большая машина. То есть, если еще, опять же, вот, когда вы, ну, вы, условно, поняли, что вы, там, допустим, не рубитесь, вы точно хотите стоять, там, на природе, в красивых местах, хотя бы, куда-то съехать, ну, то есть, скажем, не быть ограниченным асфальтом, то вам еще нужно посмотреть на такой, как бы, параметр, как грейдеры. Потому что, например, собрались вы в Монголию, вот вы, типа, вот сидите и думаете, вот я в Монголию, например, поеду. В Монголии отличная асфальтовая дорога, но на них, как бы, нечего смотреть. Как у братьев Стругацких, да? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. И вот это вот нет асфальта, это, может быть, и не оффроуд, но, блин... Ну да, я в Триберху ехал, прошлым летом, там, сколько там, километров 20-30, у меня верхняя полка упала с кемпера. Я в Триберху чинил кемпер, потому что верхняя полка, которая у меня есть, ну, хорошо, что на кровать. Да, то есть, это все равно, то есть, вот, под эту штуку должно быть рассчитано, потому что, грубо говоря, амортизаторы, например. То есть, аморту ушатать, там, например, на, вот просто на грейдере, проблем вообще никакой нет. Ну, то есть, если у нас стоят усиленные амортизаторы спереди, спортивные, и то, как бы, сколько-то, вот мы там проектируем... Нюансов уже есть. Много, да, но один уже левый течет. Хотя, ну, понятное дело, я достаточно быстро езжу по плохим дорогам в том числе, но здесь, например, были, там, в Африке места, где была дорога, вроде бы асфальт, но лучше бы его, там, как говорится, не было. Ну, еще бы грейдер. То есть, потому что там огромные ямы. И даже если, понимаете, вы, например, на этом кемпере влетите где-то в яму на скорости, даже небольшой, например, вот сюда они, допустим, вы идете, а там просто стык. Ну, вот идет нормальная дорога, вы идете там свои 100, например, или там 80, а там просто стык. И вот какие варианты? Либо тормозить в пол и на зажатой подвеске туда влететь, либо притормозить и как-то проскочить, да? Поэтому вот этот момент я бы учел еще тоже разная энергоемкость будет подвески. То есть, тут вот тоже, если вы поехали в Европу, понятное дело, вас это не ожидает. Там ни грейдеров, ни плохих дорог. Не-не, не говори. Вот в Италии, особенно в Южной Италии, дороги были, скажем так, не лучше, чем в некоторых местах Африки. Ну, вот. Ну, или возьмем те же самые лежащие полицейские в Испании. Лучше уже, как бы, в Африке по ямам ездят, потому что там реально перед каждым полицейским ты должен остановиться, переехать и опять дальше ехать. Как бы тут не факт, что где-то там в Европе очень хорошие дороги. Там есть тоже свои нюансы. Так что, износкостойкость подвески, да, это очень актуальный вопрос. Если ты едешь там чуть-чуть больше, чем на три дня или выходные. Ну, где ты едешь там неделю, на две, или там едешь круг по Европе, или хотя бы даже в ту Турцию. В Турцию едешь из того самого Питера, там, или, знаю, в Новосибирске. Там тоже уже расстояние, там уже сто нюансы. Да, там по России, там, с деталями достанешь, в Турции достанешь, но все равно геморрой. Все равно у тебя поездка удлиняется, добавляются непредвиденные расходы, непредвиденные денины, это все. Так что, с подвеской разобрались, так? Ну да, износостроек, смотрите, еще один момент я бы в эту копилку бы добавил. Я, когда выезжал, честно, думал поставить себе там лебедку, типа, я, ну, люблю оффроуд, я принимаю участие в гонках, я вот прям думал зарядить машину. И вот по прошествии 48 тысяч, я вам скажу одну такую штуку. Если вы едете далеко, желание прям залезать вообще хрен знает куда, оно достаточно быстро проходит. Потому что, когда вы залезаете в Россию, вы думаете, да пофигу, ну, типа, да как-то до сервиса дотащу, пусть даже на Алтае, закажу запчасти, мне там починят, ну, то есть, это будет сколько-то стоить денег, сколько-то будет стоить времени. Ну, вопрос решаемый. Да, но когда вы это делаете, например, там, в Африке, вы думаете, да ну нафиг, ну, типа, оно того не стоит, типа, риск слишком высок. Поэтому, например, заряжать прям супер сильно, скажем, в плане оффроудного потенциала машину, если вы едете далеко, я бы сказал, что нет. Во-первых, все равно, все переделки... У меня машина переделана минимально, честно говоря, вот минимально. Я считаю, что этого достаточно. Она чуть-чуть отлифтована на 2,5 дюйма. Стоят спортивные аморты, сзади стоят двойные пружины. Стоит 31-я резина грязевая. В принципе, я считаю, что этого достаточно. Мы проезжали везде. Да, мы там где-то чуть, может, в песке посидели немножко. Ну, это, типа, просто по собственной дуре, потому что мы ехали, там, на давлении 2, там, и 4, и просто я решил, что я проскочу, но мы не проскочили. Ну, подздули, включили, там, понижаюсь, куда вы ехали. Ну, типа, там, борьбы было 15 минут. Но вы не будете залезать. Я для себя понял, что вот прям залезать куда-то, потому что вы что-то погнули даже. Вот вы поехали, там, по какой-то, там, не знаю, глубокой колее, по каким-то камням, что-то погнули. И хрен потом в эту запчасть найдете. Ну, типа, это проблема. То есть, здесь проблема, блин, сделать развал схождения. То есть, здесь такие страны, где с ремонтом, ну, как бы, есть сложности. Понятное дело, что если у вас Toyota и вы в Африке, вы можете ехать здесь на все деньги. Не, вот тут уже нету. Ну, здесь уже меньше. Хотя детали, может, будут, но до этого, да. Ну, много стран, как бы, здесь было, где были одни Toyota, например. Конечно, Toyota здесь найти запчасти легко. Mitsubishi мы здесь видели три. Одну на разборке, которую уже раздербанили, одну брошенную и одну навстречу, где там нам мужик махал рукой. Ну, типа, с запчастями, особенно со сложными. Ну, типа, хабы, например. Хабы здесь хрен достанешь. Поэтому мы здесь пользуемся полным приводом. Ну, как бы, когда совсем надо. И это, скажем, делаем разумно. То есть, мы не надрываем машину. И вот эти вот идеи о том, что мне нужна лебедка, типа, ну, как бы, по факту тоже такая тема. Я вот даже сейчас уже спустя время думаю, что поставить. Китайскую лебедку, она бы уже давно перестала бы работать. Потому что мы бы ей не пользовались. Она была бы постоянно в песке, в грязи, там, в пыли и во всем прочем. Она бы реально перестала бы работать. Ну, потому что она китайская. Ее нужно постоянно обслуживать тогда было бы. А поставить какой-нибудь дорогущий варн и им не пользоваться? А какой смысл, если он стоит, там, блин, в России сейчас, наверное, тысячи две долларов. Я думаю, варн стоит где-то так. Ну, типа, и не пользоваться им. Смысла нет. Какие-то средства самовытаскивания примитивные, типа, там, ну, условно, траки, может быть, какой-то, там, хайджек, что-то такое, да, вы с собой берете. Ну, типа, условно, я опять же говорю, это вот где-то, это такой, знаете, оффроуд, который вы бы, может быть, у себя бы в области такие, да? Я бы тут на девяточке. Ну, вот такой оффроуд, то есть, совсем рубиться? Нет. То есть, эта иллюзия у меня тоже быстро прошла, поэтому строить супер, как бы, вот, брать такую базу, которую вы там, там, сюда, лебедку, туда, лебедку, здесь 35-е колеса, не будете вы это делать. Ну, типа, в длинных экспедициях, ну, если только вы не оффроуд специально едете, вот вы поехали на Алтай прям порубиться, в тылу там съездить, это да, я имею в виду, если это вот какой-то, именно как ванлайф все-таки, да, то есть, не рубил, потому что после рубил у вас машина вся в грязи, вся в грязи, жить в ней уже не так и классненько. Ну, то есть, типа, вот, прям ехая далеко, скажем, вы не будете рубиться. Поэтому этот момент я бы тоже учел бы при выборе базы. То есть, вот, грубо говоря, чтобы эту базу можно было подвергнуть какому-то, ну, скажем, минимальному тюнингу, который не перегружал бы вообще агрегаты машины, то есть, чтобы не увеличивался износ агрегатов, да, не приходилось их чаще менять, но все-таки, грубо говоря, была высота, которая, например, вот мы были там в Казахстане, допустим, на Мангистал, я там везде ездил, везде съезжал, везде выезжал, вообще проблемы никакой нет. Там где-то колея, где-то что-то еще, ну, типа, вот, 31 колеса, под Монголию 31 колеса, отлично, все, хватает. То есть, вот этот, еще я бы сюда в копилку бы докинул такой момент разумного тюнинга, давайте вот так назовем. Вот это, что касательно пока привода. Давайте теперь про базу. Почему длинный Ducato? Давай, какие плюсы? Давайте так. Не, 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 можно, пойдем по вопросам, как бы. Человек понимает, какая ему база нужна. Когда ты определяешься базу, тебе тогда получается уже список машин, которая под эту базу подходит. Потому что, если ты хочешь полноприводный из джакузи, ну, да, можно Урал взять тогда, или вот, как видели этот Ман вчера, видели. Да, двухэтажный. Двухэтажный Ман, да. Там, наверное, скорее полноприводный. Немецкий был, скорее, будет полноприводный. Полноприводный, что будет. Да, немцы очень любят большие полноприводные. В данном случае, из маленьких унемоги у них. Если прилились, как мы хотим ездить, тогда надо, как количество людей, сколько будет ездить, и какие основные критерии, что нужно тебе в кем-то. Вот, как я говорил в прежнем видео, что мне нужно два основных вещи. Чтоб всегда была готовая кровать, максимально приближенная к домашним размерам, и сидение водителя поворотное, и чтоб там было рабочее место нормальное, полноценное. Вот у меня такие были критерии. Чтоб там остальное, душ, не душ, там уже мне не было так важно. И чтоб у меня было критерий, чтоб еще были два запасных спальных места. Если я надумаю ехать здесь с детьми. Хотя мы в прошлом году ездили с детьми, мы с сыном спали в палатке. Мама с дочкой спала в машине, как бы получается. Вот так что, как бы, надо поделиться остальное тогда, какие ваши критерии. От этого тогда уже начинаем выбирать базу. Там длинная, высокая, худенькая, или какая-то другая. Ну, смотри, вот тут тоже такой момент. Давайте я сейчас еще вкину в эту топку обсуждения. Например, количество мест. У нас есть транзит. Он четырехместный, по факту. То есть там два места спальных сверху. Там парус. В парусе раскладывается, соответственно, грубо говоря, перемычка между парусом, соответственно, и нижней частью. И сверху спят двое, снизу раскладывается диван, и снизу спят двое, например. То есть, по факту, спальных мест там четыре. Но такой тоже вопрос. Вот внутреннее пространство. Смотрите, еще во внутреннем пространстве, знаете, что важно? Что нам в транзите не хватало? Да не было места под вещи вообще. То есть, по факту, вы там вчетвером можете поехать, безусловно. Каждый берет по косметичке. Ну, может быть, еще по бутылке воды. Ну, и чуть-чуть еды вы с собой можете взять. Это все, что туда влезет. В карман. Ну, то есть, типа, по факту, четыре спальных места есть. Там столик, четыре сидячих места. Там полностью поворотные сидушки. То есть, вчетвером, как на красивых картинках, вы там без проблем пообедаете, вчетвером вы поспите. Но у нас, например, там только воды здесь на борту 25 литров. Объем, например, вот в этой делике, объем ящиков, ну, там, скажем, сколько-то надо там выделить под всякие инструменты, под все прочие, под вещи. Остальной еды 636 литров. Вот такой объем здесь в делике, например, чистого пространства. У Саулюсу, например, с собой. Дайверское оборудование, лыжи, сноуборд. Что там у тебя еще есть? Сноуборд. У меня полностью все есть, что дома. У меня кемперед, это как мой выносной дом, скажем так. Ну вот, то есть, понимаете? Одежда там, у меня шкаф висит. А, еще одежда зимняя, летняя одежда. Там несколько комплектов в постели. Холодильник, как дома стоит. Там все есть, что мне нужно для комфортной жизни. Вот сейчас задели вопрос про форты. Я вспомнил еще одна есть нюанса про выбор базы. Высота машины. Что у нас, допустим, этот форт, он очень высокий. Какие от этого выплывают минусы? Когда путешествуем, иногда надо перебираться паромами. Если это какие-то короткие паромы, как в Норвегии через речку или через форт перебраться, там высота не аргументируется, не лимитируется. Ну, типа, Саулинс говорит про Ру-Ро, про открытые паромы, чтобы вы понимаете. Да, да. А если, допустим, там перебираться до самого Клайпеда в Киле, там уже от этого очень зависит цена. Там 2,10, там 2,50. И потом дальше идет уже, и ты платишь как за фуру. Один нюанс. Другой нюанс. В Москве столкнулся я. И в Сочи нам, наверное, было. При въезде в торговый центр 2,50 шлагман. Да, да. Помнишь, когда смотрели я или в Йоду в Кентре? Так вот, на Форде мы нигде туда не заедем. Это да. На своем Фиате у меня спереди стоят 2 антенны на магните для G7. Я по этим антеннам ориендуюсь. Если я подъехал, потому что бывает написано 2,50, но строители же примерно 2,50 и варят шлубаум. И ты подъезжаешь, и ты понимаешь, что у тебя антенны уже валятся. Все, ты не можешь ехать. То же самое много раз было и в Европе, и в Абхазии. Под G7, гидишь по городу, и тебе такой маленький тюнельчик под G7. И все, я подъезжаю и понимаю, что я не проезжаю, у меня сзади уже очередь машина. Вот как бы высота тоже как бы имеет влияние или значение насилия. То есть так что тоже надо определиться там вам много, не много будет паромов. Как там вот эти все такие нюансы, которые я рассказал вам, актуальны, не актуальны? Да, еще знаете, что сюда нужно докинуть? Во-первых, еще иногда мы, когда переправляем между континентами, это контейнер. Ну то есть вопрос, влезает ваша машина в контейнер или влезает только в хай контейнер. В хай контейнер вы можете сразу прибавить к цене процентов 30 примерно. Ну то есть, чтобы вы понимали, это несколько тысяч долларов может быть. Ну на длинных переправах. И еще один нюанс, который есть, кстати, даже вот у Delica, и мы с этим столкнулись. Вы, например, приезжаете куда-нибудь там, не знаю, на развал схождения, и ваша машина не влезает. Да, точно, у меня тоже самое была проблема. Автосервисы. Автосервисы, типа приезжаю, а у нас подъемник то такой вес не поднимает, то такую высоту не поднимает. Тоже частая проблема очень с автосервисами. Да, это тоже нюанс. То есть, и соответственно, вы тоже будете с этим мучиться. Так, тогда по высоте разобрались, по P200 разобрались. Сейчас тогда смотрим по внутричней с ним. Ну, наверное, определили, что вам нужно, что как нужно. А что я еще заметил? Не знаю, скажу вам, вам важно или не важно. Когда я выбирал себе базу, я в Литве ездил и смотрел все там, Мерседесы, Ивеко, Фияты. Ну, вообще все бусы, которые были. Потому что у меня было так. У меня был один из критериев, еще третий. Чтоб я мог своим ростом стать спокойно. Чтоб не надо мне было вот так по кемперу ходить. Значит, мне надо было, чтобы было минимум метр девяносто. Я искал всех бусы, которые высокие. И что я заметил? Я приезжаю покупать бусы, берешь рулетку и все меряешь. И Фият, Дукату, единственная была база, которая бока, когда идешь вверх, низ уезжается. Потому что всякие Ивеко, Мерседесы, они вот так все. Тот самый Т5, он вот так идет. А Фият, Дукату, вот как топором обрубили, так и получилось. Это как бы кто скажет, ну это же мелочь, там 2, 3, 5 сантиметров наверху. А это все литры для ваших вещей. Опять же, вот критерии, вот сколько вы хотите всего взять. Или как я, все с собой возить. Или как Денис, по минимальному, то, что только нужно в жизни. Типа, если месяц эту вещь не использовал, значит она на кемпере и не нужна. Ну, у меня так не получается. Мне, я человек хозяйственный, мне много все нужно. Из-за этого мне тут каждый сантиметр был как бы важен. Тут тоже вы должны определиться, вот сколько вам нужно вещей. Конечно, вот можно как у Денисы на машине еще поставить эту в багажник. Но тогда некуда ставить солнечную панель. Ну, можно сделать выносную солнечную панель. И вот начинаются вот такие всякие искания вариантов. Что, как, и с чем. Лучше тогда сел, обдумал, в мозгах пропутешествовал в своем кемпере, посмотрел, что надо. Потом взял, наверное, на прокат. Подискал самый такой, больше подходящий кемпер, как ты себе представляешь, какой ты хочешь. Взял на 3-4 дня. Сначала даже не так. Взял, собрал все вещи, которые ты хочешь взять. Сложил в кучу, подъехал с кемпером и попробовал все туда засунуть. Я вам гарантирую, у вас ощущение будет, ну, что будет, вам будет выгодить, а так будет. И то, и то, и то, и все нужно. Когда я первый раз выезжал к кемперу, у меня так, как куча на тротуаре стоит, и тут стоит кемпер. Мой кемпер большой. И когда начинает все пихать, ты понимаешь, что, блин, я запиху, но, а где я сам буду тогда в кемпере жить? Так вот, вот, как бы, первый вариант. Собрайте все вещи, арендуйте кемпер и попробуйте все туда пихнуть. Пихнули? Ура! Начинаете ехать, и потом понимаете, блин, ту фигню куда-то там засунул за еще пять фигней. И там что-то нужно, вам опять надо все вытаскивать. И вот после трех-четырех дней таких активных, как бы, три-четыре дня не так, что приехал на озере и сижу три дня, а три-четыре дня активной поездки. И вы тогда поймете, что, как бы, еще есть нюанс со шкафчиками, и как вещи все в кемпере расставить. Вы должны обдумать, что в жизни вам больше всего нужно, и что было все под рукой. Без этого тоже будет, как бы, такая жизнь в кемпере не самая разница, когда тебе надо там какую-то достать вещь, она там в самом-самом углу, там полтора метра еще вещи надо разгрузить. Вот тоже обдумать всякие системы ящиков, где и что, как расположить. Потому что если вы уже сами себе строите, так вот можете это все обдумать. Но чтобы это все обдумать, надо на чем-то, как бы, как там, иди на кошках трядуйся, как в этом, операцию и, как бы, трядуйся на кошках, вот, берете кошку, арендуете, да, там дополнительных там будет, там, 10, 20, 30 тысяч рублей расходов, но зато, может, это вам сэкономит потом много и нервов, и много денег сэкономит при строительстве кемпера. Лучше уже на кошках тренироваться. Да, смотрите, еще, друзья, какие есть еще, как бы, опции, о которых мы, например, сейчас думаем. То есть я думаю о том, чтобы, например, ну, думаю о подъемной крыше. То есть, например, можно сделать машину с подъемной крышей, вы, как бы, избавляетесь от тех, тех нюансов, которые есть у машины с реальной высокой крыши, вы получаете возможность ходить в полный рост, вы получаете сверху, собственно говоря, палатку, в которой можно спать. То есть даже та же Делика становится четырехместным кемпером, например, да, вы можете... Ну, это жесть, но можно сделать. Ну, опять же, я говорю о вариациях. То есть тут жесть, не жесть, такой вопрос, как бы, ну, это, опять же, что вам нужно? То есть я точно понимаю, что если бы я взял бы какой-нибудь, не знаю, Дуката, там, длинный Мерсед, он бы даже не доехал бы до сюда. Мы бы давно бы с ним простились бы уже. Ну, то есть он бы точно не выдержал то, что прошла Делик. Не, так ты, если будешь ехать на Дукате, ты не будешь уже ехать так, как... Ну, прям, вы можете сделать подъемную крышу. Еще один вариант, который я тоже для себя сейчас думаю, ну, как бы, знаете, кемпер вот, это тот человек, который едет и думает, блин, как бы можно было бы сделать лучше. Ну, потому что, типа, это супер важно. Потому что это очень маленькое пространство, в любом случае, даже если вы берете длинный, высокий, это все равно маленькое пространство. Это, блин, пространство все равно меньше квартиры. Понимаете? То есть это капсула. И вы все равно в этой капсуле хотите что-то проапгрейдить, потому что все равно вам вот в какой-то момент кажется, что все удобно. Через там, не знаю, три недели вы думаете, блин, нет, надо как-то еще. И это такой, знаете, бесконечный процесс. Поэтому я, например, думал про палатку на крышу. Да, она стоит денег. Да, тоже сразу появляются нюансы. То есть, например, вам нужно сделать какой-то вывод к обогревайке. Обогревайка в бусе точно нужна, я имею в виду автономку, сто процентов. Вообще, как бы, вот я смотрел тут тоже какие-то ролики, ребята говорят, мы там четыре месяца, вот мы решили автономку поставить. Блин, автономку ставьте сразу, автономка нужна, спать хочется с комфортом, в тепле. Мы автономку здесь даже в Африке, мне кажется, раза два включали. Потому что реально ночью был дубак. как дубак, вроде бы 15. Нет, а меньше было. Может, меньше было. короче, было холодно, мы даже здесь пользовались. Соответственно, если у вас палатка наверху, то есть, вам что нужно? Вам нужно вывести туда обогревайку. Ну, это нюансы. Палатка наверху все равно, это же все, все по-любому. Когда строишь кемпер, один нюанс идет за другим. Главное, просто понять, чего хочешь. Палатка, да. Палатка, вариант интересный. Палатка может быть двух видов. Или подъемная крыша. И там спишь, или наверху ставишь палатку. Опять, можешь тогда плюсы и минусы этого рассказать. Это ты бы еще думал. Смотрите, вот я думал про палатку, типа, с одной стороны, например, вам нужно сделать тепло в бусе. Как вы это делаете? Вы на пульте одну кнопку нажали, ну, у меня маленькая машина, у меня через 10 минут уже париться можно. У меня стоит 5-киловаттный обогреватель, он регулируется от 2 до 5-киловатт. Супер быстро нагревает, выстою температурку, спишь, все классно, я еще окна открываю, чтобы был свежий воздух. Мне прям прекрасно. Палатка, например, да? А, опять же, бывает, что вы там на пульте, ну, ночью там, что-то не то нажали, а там как бы два раза нажал, и там сразу она дует на максималках. И там, типа, в какой-то... То есть, иногда нужно, ну, взять вот этот сам модуль, который у меня стоит на стенке, то есть палатка, вы туда вывели обогревайку, то есть этой обогревайкой вы можете пользоваться только пультом, потому что панель само вот этого управления вы туда никак не выведите. Соответственно, если вы вдруг ночью там, случайно там с просони нажали два раза, то в палатке... это мелочи жизни. Ну, как мелочи жизни? Все решается. Это как бы решается, ну, просто это нюансы. То есть, опять же, понимаете, палатка, то есть это, если плохая погода, то вам, соответственно, нужно выйти из кемпера, там, например, на улице холодно, перейти там в палатку, грубо говоря, да, там, ну, то есть вот, вот такие есть еще нюансы. Например, то есть в палатке вы не сможете спать на ходу, например, я здесь себя плохо чувствовал, у меня разложена постоянно кровать, я говорю, так, все, я спать. Я просто, Савалис ведет машину, я сплю. Мы так делали в транзите, когда у вас кровать внутри машины, это удобно. Во-первых, бывает надо допилить, вот прям бывает надо допилить, вот вы, ну, по той или иной причине куда-то торопитесь, такое в путешествиях тоже случается, не всегда вы там прям пипец размеренно едете, и вы, ну, при этом у вас два водителя, и один едет, один спит. Вы можете позволить себе поспать, например, вы на границе, вот мы в Казахстан, когда заезжали, сколько-то там заезжали, не помню, там, 11 часов, что ли, не забыл, 9, не помню, короче, сколько-то мы заезжали, была ночь, ночь, там, граница работала в одно окно, была большая очередь, собственно говоря, просто мы по очереди, кто-то двигал машину, кто-то спал, кто-то двигал машину, кто-то спал, и это супер классно, палатка, вы все равно так не будете, вы не разложите палатку, типа там, ага, ты в палатке лежишься, надо выйти, ну, как бы, то есть, есть нюансы, палатка, опять же, смотрите, вы не можете спать в городе, то есть, мы, например, в Иране, спали внутри городов, ну, там, так надо, а почему нельзя в городе спать, но все равно, то есть, понимаете, вон, в Харту, французы спали, да нет, как бы, Харту, это такая, закрытая парковка, то есть, грубо говоря, вы приехали, представьте, вы приедете с этой палаткой, там, куда-нибудь комедии, и встанете, да вас задолбают советами, ну, то есть, постоянно будут приходить люди, за рубежом будет то же самое, ну, то есть, в Африке, поверьте, если вы встанете в городе, откройте палатку, люди будут приходить, это будет зоопарк, ну, то есть, это такая, как бы, тоже такой нюанс, да, в принципе, можно, но это будет некомфортно, то есть, я сейчас так, встал на своем бусе, у меня, что, обычная машина, я встаю на парковке, у меня там тонер, у меня там занавесочки, занавесочки, ладно, у меня нет, но у меня тонер нормальный, я нормально, спокойно внутри сплю, и все хорошо, если палатка, как бы, уже не так, как бы, удобно, да, то есть, там, потом, опять же, вам надо с собой переть лестницу, ее тоже где-то надо возить, либо вы покупаете дорогую, даже пусть складную, либо вам нужно куда-то ее там приколхозить, чтобы она у вас наверху вешалась, например, вот у нас у приятеля длинный Defender, у него палатка, это тоже решение, например, взять джип, ну, типа, мы же рассматриваем все варианты вэнов, можно взять джип, получить хороший полный привод, получить хорошую, в принципе, ну, интересную базу для плохих дорог, и при этом палатку, получить там дополнительные два места сверху, может быть, это тоже решение, подъемная крыша даст вам, как бы, еще два нюанса, да, то есть, у вас один объем, вам проще, собственно говоря, ну, греть, можно переходить внутри, можно там, например, использовать, как и подъемную крышу, но опять же, смотрите, вы когда выбираете высоту, вот то, о чем говорил Саваус, стиль путешествия, то есть, вы приехали, вот, вы думаете, мне нужна высота, зачем? Вот, вот, вам надо задать себе вопрос, зачем мне, как я буду ее использовать, то есть, я буду жить в кемпере внутри, то есть, я буду в нем внутри готовить, готовить, собственно говоря, например, удобнее, чем сидя, 100 кудового, или что, что вы будете такого делать в кемпере, зачем вам там ходить, вот, вы должны ответить себе на этот вопрос, то есть, если я хочу походить, у нас тоже здесь разная позиция, я живу аутсайд, я живу вне кемпера, да, то есть, я вот приехал, припарковался, сразу достал стульчики, достал столик, как бы, сел, и все, я хожу, то есть, я в машине провожу время, только, грубо говоря, не считая руля, провожу время, именно, если про жизнь брать, провожу только время, когда сплю, но я, например, тоже себе отдаю отчет, потому что я не хочу ехать в плохую погоду, ну, типа, то есть, я не поеду там, когда холодно, зачем, типа, сделаем осенний трип, там, на улице, что-то около нуля, поедем там, да, как бы, прикольно, зимой выезжаешь, минус 20, куда-то, в лесоке, куда стал, с ним, снова красиво, себе кемпер, печку включил, если бы еще был камин на травах, что ты смеешься, есть кемпера, особенно те, которые, даже вот есть, бродяга, есть прикольный чувак, наверное, да, бродягу, да, в комментах, напишем, прикольно, у него все маленькие, это, Т-3, какой-то там, Т-3, да, и он сделал себе печь на травах, потому что он в ней и зимует, я много видел, у немцев, реально, печь на травах, даже вот, этот, Фрэнкеншнень, который я в Тунисе, встретил немцев, у него тоже есть печка, на травах, у него баня есть, в кемпере, вот я видел, сейчас вам, наверное, разместят фотографии, встретил, когда стациониста, перебрался в Сицилию, порту, встретил немца, который сам построил кемпер, на старом Мерседесе, у него кемпер, двухэтажный, у него второй этаж, поднимается, у него в кемпере, баня есть, у него кемпере, нормальная бытовая, стереальная машинка, спальня, отдельная комната, на втором этаже, как бы есть, и такие варианты, такие крайности, так что, как бы, вариантов есть разные, можем еще поговорить про пикап, есть еще варианты, когда люди совмещают рабочую машину и кемпер, я видел даже, делаю даже из бусов, элементарные кемпера, быстро разборные, там, за два часа, как-то что-то там засунул, что-то как-то быстренько, чик-чик прикрепил, и у тебя уже кемпер выходного дня, а в Америке очень популярно, они же много, все ездят на своих пикапах, и всю неделю они работают, а там приезжают, там, пять вечера, или суббота, утром, себя домой, подъезжают в гараж, и на кузов пускают такую в базу кемпера, модуль кемпера жилов, как бы, единственное, что самое большое, что мне не нравится, это же безопасность езды, в принципе, у них большой джип, он и так уже безопасный, когда ты еще там пару метров вверх натоваешь, ну, на поворотах, я не знаю, как там надо ехать, да нет, он нормально там, поустойчивый, в принципе, нормально, я в Америке его путешествовал, там, если дождик начался на автостраде, тебе джип обгоняет, а потом смотришь, уже на повороте, там уже 53 кубка кубка сделала, там, превращивается джип и без этих кемперов раз на два, еще американцы, что сделают колеса большие, понимают, а еще это наступает кемпер, и там, да, да, и как бы, там есть, как по мне, есть нюансы, как бы, с безопасностью движения, плюс, ну, тоже такая, какая-то Будда для теплых, как говоришь, жить на улице, а не в кемпере, да, на теплую, погоду, там, может, ты прикольно себе куда-то на выходные там съездил, как бы, в этом проблемы нет, есть, и такой вариант. Не, ну, мы, кстати, встречали, вот, в поддержку, как бы, этого варианта, да, мы же здесь пытаемся, как бы, скажем, посмотреть с разных сторон, мы в Монголии встретили ребят, у них был Навара, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, Навара, у них была, Nissan был, мне кажется, по-моему, была Навара, у них на ней стоял модуль, у них стояли 30, мне кажется, по-моему, пятая экстримовская резина стояла у них, и мы когда сломались, соответственно, мы познакомились с ним, ну, там одна гостишка, собственно, была в той дыре, ну, одна гостишка, в которой все жили, они такие, типа, а что вы, может быть, мы, типа, поем в две машины, я говорю, да погнали, а что нормально, но мы вот, ну, как-то мы пообщались, и они такие, нет, нет, дожди, короче, они испугались и не поехали, то есть, еще, знаете, какой нюанс в этой машине, потому что мы еще одну такую машину встречали на полной чухломе несколько лет назад, и они с нами, то есть, они гоняли, там, ну, по похожему, скажем, по похожим точкам, по похожему маршруту, и, конечно, сидели они знатно прям, у них тоже были какие-то колеса, что-то типа 35-х, тоже экстримовская резина, ну, то есть, машина была хорошо подготовлена, на лебедках, там, на всех делах, но, блин, она получается очень тяжелая, сам пикап тяжелый, сам модуль еще дохрена есть, как бы, и машина становится тяжелой, и на слабых грунтах, как бы, оффроудное преимущество, ну, то есть, там, где я бы на Делике проехал бы, совершенно спокойно, она не пройдет, потому что она тяжелая, то есть, тут тоже такой нюанс, типа, у вас вроде бы и джип, и как бы заряженный, и модуль есть, но, блин, вы будете мучиться, доезжая в сложные места. Нет, этот вариант, думаю, вот, американси, когда ты, там, какой-то, там, слесарь, там, или, или занимаешься, каким-то, ремонтом мебели, у тебя пикап рабочая машина, ты всю неделю ездишь, чтобы тебе вторую машину не держат, и себе еще такой модуль, с варганила, думают, и там, знаешь, на выходные куда-то, на рыбалку съездить, куда-то, на озеро с детьми, я думаю, такой вот, это идеальный вариант, а на длине путешествия, и тяжелые будут, и, и высокая, опять же, опять же, ты там ничего не можешь сделать, от тебя машина высокая, опять никуда не заедешь, ни под какие, не проедешь, там, какие-то проезды, под ЖДЛ, какие-то, тут, 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 в нашем случае, не заедешь на некоторые площадки, к супермаркетам, начинается нюанс, или приезжаешь в супермаркет, а там все эти парковки, такие, с крышей, нам же тут было, пару раз, и ты, блин, ставишь машину по полу, на дороге, или, или, или так закрываешь, три места, как бы, так это, мне, как по мне, это только то, что если у вас есть такая машина, и она у вас рабочая, тогда да, а лучше тогда уже, делать, или тогда уже, прицеп тогда, в общем пути покупать, ну, прицеп вообще не знаю, ладно, я с прицепом не езжу, ничего не могу про него сказать, но мне кажется, что прицеп, конечно, это головняк, но опять же, посмотрите, наверное, еще я такой бы сайт накинул, там, в конце, да, мы сейчас будем заканчивать, знаете, какой смысл, то есть, вот вы куда-то собираетесь, посмотрите, то есть, вот те, короче, обзоры, там, не знаю, те машины, которые вы будете смотреть, good morning, смотрите их в связке с, не просто, то есть, вот вы приехали на, там, не знаю, one life, там, fest, там, 2028, и вот, стоять там, мерседес, там, все люди пьют винишко, и все красиво, и вы заходите, типа, блин, классный мерседес, типа, вот вообще все супер, еще, обязательный нюанс, который нужно учитывать, а вы куда на нем ездите, они такие, вот мы ездим на фестивале, да, ну, понимаете, это как бы, и дальше вы, грубо говоря, смотрите вот эту картинку, они ездят на фестивале, я хочу в кейктаун, и вы понимаете, что вот этот вариант, который вы только что посмотрели, не туда, то есть посмотрите машину оверлендеров, вот, например, те, кто ездит кругосветки, они вообще не стилевые, ну, типа там, тут больше не про стиль, тут больше про прагматичность, да, чтобы, вот как говорили, что понять, где какие вещи имеют места, но еще есть один нюанс, когда будет строить, вот, как мы, где моя, это упало, шкаф, по дороге, в Териберку, вроде бы все нормально, вроде бы даже должно держать, но надо иметь в виду, что вибрация в машине, это не дома шкафчик прикрепить к стене, вот это надо иметь в виду, это не только связано с шкафчиками, это связано всеми красивыми вещами, там, где-то там эти, прикрепили красиво к стене, эти все приправы, там где-то повесили кружку красиво было, там какая-то люстра красивая, как бы так, ну, не так прикручена, а как-то там свободно, свободно и когда ты проедешь а еще заедешь на грунтовку ты понимаешь это вся твоя красота впала в кучу и ты-то понимаешь что как бы надо чуть-чуть что по-другому делал потому что посмотрите то есть у меня например там вроде бы стоят супер силовые например направляшки на ящиках и мы достаточно аккуратно пользуемся даже на таможнях я открываю ящики сам но все равно они сломались то есть я одну уже поменялась раз еще две надо поменять ну то есть хотя они там на 75 килограмм там все такое ну понимаете это делали люди которые водка грицаре скаф дома должен стоять да а это не дома это шкаф который перемещается скоростью 100 километров час по плохой дороге хрен знает где еще плюс тормоз то ударяется то вот так давление там вот это вот это вот это вот это имейте ввиду когда будете все крепить и соединить и когда ваши красивые части тела не тело а части семьи то бишь жены или девочки скажет мне надо тут навести когда называется ю марафет тип как бы уют вот надо тут что-то повесить чтобы тут надо висело чтобы тут так было то как бы поймите что это до первой поездки а потом все это наверно упадет так что вот это тоже надо обдумать чтобы ничего не падало и что все было хорошо прикреплено всякими не знаю там резинками чем-то еще по или то будет другой нюанс будет все будет такой звук что будете как ехать как в этом да в церкви когда колоколами там где-то играет вот будет если хотите все весь день ехать этих звони колоколов тогда делает его такие вот всякие уютные вещи даже вот даже в стульчика когда сказал складываешь эту посуду но я же тоже там когда едешь бьется хорошо то у нас там где-то сзади посуда у меня там спереди я всегда слышишь а посуда так ты же берешь эту же железную еще лучше бит как бы звук вот это вот этих всякие нюансы сначала как бы ты книг не обращай внимание ну красиво тоже сложу что-то такое будет а потом понимаешь что даже разговаривать кемпере не можешь потому что вещи сложены неправильно и и лучше было бы чтобы они как-то имели свои вещи свои места и чтоб тех местах они совсем не двигались не мне мне были не было возможно не у них двигаться еще смотрите важный момент вот вы там поедите на привод но есть хорошую возможность например на фесте посмотреть разные варианты кемперов и вот помимо того что вопрос куда люди ездят посмотрите какие вещи и как они возят потому что есть разные ребята вот мы встретили немцев например в иране не был мерседес средняя база высокий кузов они сами построили не кстати все реально красиво все стилево ягра слушать а где у вас вещи и у них всего два ящика вещей маленьких у них ребенок маленький года три наверно муж и жена и у они вну тоже они далеко едут они давно едут они едут медленно но у них вещей ну типа у меня у жены вещей больше вот у нее сейчас там один ящик полный литров наверное ну типа 150 это только вещи жены например а у них там на троих вещей было мне кажется может ну типа два чемодана понимаете то есть тут тоже такой важный нюанс то есть посмотрите еще потому что эта проблема в транзите это была проблема постоянно да ты хочешь приготовить на кухне тебе нужно взять вещь перевозить их к столу пошел к столу переложил обратно потому что просто нету да нету место да можно водрузить бог для двоих там нет было бы ну все равно он туда наверх все закинуло место там ну как бы смотря сколько вещей опять же бог нормально когда один возвращался по велосипед поместят понятно что напихать можно вопрос просто когда вы напихали поехали там на выходные и это нормально да мы раньше там и на шестерке ездили бархали полностью ну как бы было нормально я про что говорю что посмотрите во первых что люди возят ну то есть вот что что какой у них набор с собой потому что смотрите если вы едете далеко вас к этому набору прибавляется инструмент сто процентов он нужен вообще причем он должен быть такой типа на все случаи жизни у вас прибавляется запчасть хотя бы даже по обслуге вот смотрите у нас только масло сейчас собой уже меньше было при тем 4 канистры ну было четыре канистры плюс для коробки были для лазушка селителя до для гидро чажи же соответственно только же до литров 15 на с собой всякие фильтра всякие колодки соответственно всякие там шланги генератор генератор у нас запасной ну то есть запчасти с собой вас точно будут они тоже занимают мест там технический ящик всякие там скотч и какие-то там что у нас еще и всякие там стрепы какие-то еще штуки это донкрат и грант с объемом прессор там типа компрессор да там топор у вас с собой запила например ну то есть вот если это у людей с собой потому что когда вы едете на выходные вот вы вышли что такое поехать на выходные вот спортивках вышел футболки взял одну кофту с собой ну посуду мы не берем все это понятно там она и так есть все и сел в машину да поехал я поехал на выходные мне больше ничего не нужно а когда например путешествие длинная у вас тут жарко тут холодно ну у нас например палки с собой мы ходили в горы взяли палки нужны ли палки ну в целом я ими не сильно часто пользуюсь но блин когда нужны тогда нужны понимаете то есть палки хорошо чтобы с собой были вот начинается такая история поэтому я вам советую вот посмотреть как бы как это вот у как у людей потому что я видел очень много классных кемперов прям все по красоте я когда начал ехать я такой блин у них вещи и еще что вам нужно учесть вот тоже советует вы вынесли все из хаты соответственно сложили и надо понять что половину из этого вы отправите обратно ну вот это это тоже как бы я бы наверное накатывал бы прям перед дальней поездки накатывал бы какие-то короткие поездки чтобы понять чем я реально пользуюсь потому что вы там из дома мы когда из дома выезжали мы ели в кемпер все запихали серьезно мы доехали до первого города не полку он там был волгоград что и оттуда сразу отправили мне кажется два чемодана чемоданы с собой было ли там слетать куда казалось очень классные идеи то есть понимаете мы набрали много лишнего еще про бокс я бы дать ему на фокус бокс кажется классное решение вот у нас бог стоит 600 сам не помню литров или 700 литров ну большой короче и кажется да там можно классно много возить знаете какая проблема вот например футболку вот эту я нашел потому что мы разобрали все сейчас ну то есть я и не носил три месяца уже не мог найти в этом боксе ну то есть понимаете сама вот это как бы эргономика или как там она называется про которую савлис говорю систему хранения короче вещей в боксе блин она неудобная ну то есть типа хрен что найдешь вот еще еще нужно учесть вот этот вот нюанс что одна как бы сторона медали это объем то есть вы там объем какой-то там на колхозе ли бокс поставили не знаю сзади шкаф приварили к машине что-то еще там это да можно сделать вопрос как вы будете этим пользоваться да потому что бывает что как бы вещь и нужная может будто и пользовался этой вещью но ты во флопа не нашел не нашел это забыл про неё и ты как бы кучу вещей возишь как бы не бы и нужные вещи как бы одежда уже чисто нету а ты не же не помню что тебя сколько и где есть чисто держит так вот это тоже на тари это реально как бы хорошо продумая на система хранения вещей уменьшает количество вещей сто процентов вот и вот это тоже учитывать то есть учитывайте не просто объема учитывайте как бы этим как вы этим будете пользоваться это супер вообще как бы удобно еще такой наверно краткий лайфхак вы можете еще как объем замерить как мы замеряли посуду всякие продукты все прочее выбрали грубо картонную коробку складывали в нее все что мы собираемся предположительно взять потом грубо говоря рулеткой мерили вот так мы поняли какие ящики нам нужны в принципе по ящикам я считаю что мы угадали ящика вполне достаточно до бывает что они там битком совсем но в целом по ящикам вопросов нет по посуде мы набрали много лишнего я сейчас часть как бы посуды убрал вообще из этого ящика то что я понял типа это ты там выезжаешь такой так я буду готовить четыре блюда здесь меня будет сковорода здесь будет две кастрюли ну так ты делаешь один раз на какой-нибудь праздник типа на суде рождения в остальное время хватает одной кастрюли ну то есть тут еще видите такой вопрос если у вас маленький кемпер как у меня вы живете в принципе минимализма не вот как грецаврис если я вместе с вещью не пользуюсь значит она не нужна в кемпере ну то есть это это моя практика кроме наверное там палок ну они очевидно нужны не каждый месяц например поэтому палки с нами ездят но они удобно там жалобах лежат место не занимает вопрос в принципе по ним нет вот здесь я чем-то перестаю пользоваться я грубо говоря стараюсь куда-нибудь это сбагрить и мы кстати еще из египты когда жена улетала тоже отвезли хреновый город чем-то килограмм да потому что там тоже у меня там вейдерсы с собой были там и ботинки там не промокаем и я думаю блин я там буду сидеть там в болотах по пояс понял что сидеть не буду отправил обратно ну то есть вот и вот это еще штука которую надо учесть но я не знаю мне кажется мы вот блин сколько могли вас и сколько узнали рассказали задавайте вопрос который у вас там будут потому что если вы сложны кто-то смотрит уже имеет кемпера если что-то пропустили в комментариях добавляйте как бы потому что но у них они не матрики у другие нюансы ли какие то есть в прошлый пишите в комментариях и друзья по этому видео наверно кажется что это все очень сложно и невозможно но мы выжат такие мы как бы ходим по земле и рассказываем реалии чтобы насколько как говорится там наполеон ты тяжело в учениях легко бою лучше для начала все в мозгах пройти все эти трудности все обдумать тогда будет намного легче построить еще легче будет путешествовать так что не пугайтесь чего-то начинайте делайте первые шаги и начинайте путешествовать все таки для чего мы живем мы живем для эмоций эмоций где мы получаем чаще всего ну можно эмоции получать смотря наши видео и другие видео как бы тоже не не самый плохой вариант но как как мы с денисом советуем вам лучше путешествовать лучше своими силами да лучше своими силами как получается будут ваши эмоции будет интереснее эмоции и жизнь у вас будет герче так что друзья думаю можем прощаться все ребятки надеюсь было вам полезно задавайте вопрос пишите мне ничего пропустили тоже давайте пишите будет писать дальше для вас видел путешествуйте и может это будем встречаться как на каких-то стоянках а фраундеров каких-то всяких других местах где встречаются кемперисты кемперисты до свидания до встречи пока пока пока